В этом типовом коттедже с цветочным палисадником в пригороде Кракова провел последние годы жизни главный польский писатель-футуролог, один из основоположников современной научной фантастики и просто мудрый человек Станислав Лем. Он родился во Львове в 1921 году. Отец – успешный врач-ларинголог Самуил Лем, мать – Сабина Воллер. По воспоминаниям самого Станислава, его детство было счастливым и беззаботным, но юности мрачила Вторая мировая. Юноша изучал медицину в местном университете, но на время оккупации ему пришлось освоить несколько рабочих профессий. Работа давала возможность не только не умереть с голоду, но и участвовать в работе антифашистского сопротивления. Лему удалось устроиться на склад военной амуниции, откуда он выносил боеприпасы для подпольщиков. После войны семья переехала в Краков. Там Станислав продолжил учиться на врача, но дипломированным специалистом так и не стал. К тому времени главным занятием его жизни стала литература. Он попробовал себя в разных жанрах, но остановился на фантастике и не прогадал. Можно сказать, что я сбежал в космос от цензуры и соцреализма, пытаясь заняться проблемами, которые не исчезнут вместе с падением политической системы. Тогда я и занялся научной фантастикой и благодаря ей постепенно вырвался на свободу. Его первый научно-фантастический роман «Астронавты» вышел в 1951 году и сразу привлек внимание публики. Лем прекрасно вяжет сюжет. Лем ироничен. Лем прекрасно работает с неожиданными поворотами действий. Он порой выдает парадоксализм, который ни у кого не удается. Тем не менее, даже о серьезных вещах Лем писал со своим неизменным юмором. Вот, к примеру, космический пилот Иоанн Тихий бороздит пространство Вселенной в рубке космического корабля, сильно напоминающей кухню малогабаритной квартиры. Когда я обнаружил, что в результате перенастройки линзы перегрелся атомный реактор и испортил мою лучшую порцию говяжьей вырезки, я на минуту потерял душевное равновесие. Свой самый известный роман «Солярис» Станислав Лем написал в 1961-м. Образ разумного океана, с которым вступают контакты следователи космоса, заинтересовал не только любителей фантастической литературы, но и кинематограф. «Как поведут себя люди? Каким человек станет после контакта с чем-то непостижимым? Разума я не очень опасаюсь, я глупостей боюсь», — говорил писатель. Вообще столкновение землян с инопланетным разумом — одна из любимых тем Лема. В том, что он обязательно состоится, Станислав был уверен, однако считал, что большинство людей к нему пока не готово. Человеческое сознание еще замкнуто в узких рамках архаичных представлений о природе мира. Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Мы не знаем, что делать с иными мирами. Нам не нужно других миров. Нам нужно зеркало. Мы бьемся над контактом и никогда не найдем его. Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели, которой он боится. Постановку Соляриса в версии Андрея Тарковского автор не принял. Лем неоднократно заявлял, что гениальный режиссер исказил его замысел. И прежде всего, потому что показал космос пугающий чужим и холодным. «Но я-то писал и думал совсем наоборот», — говорил писатель. «Из-за Соляриса мы здорово поругались с Тарковским. Я просидел шесть недель в Москве, пока мы спорили о том, как делать фильм. Потом я обозвал его дураком и уехал домой». Тарковский вложил глубокий смысл в Солярис. У него фактически сказано то, что каким бы ни было человечество, оно руководствуется традициями и жизненными императивами, которые видны уже в священном писании. Они вечны. Они даны от Бога. Лем ничего такого не писал и не имел в виду. Но я затрудняюсь сказать, кто из них в своей позиции интереснее. Станислав Лем знал шесть языков, в том числе неплохо владел русским. Пожалуй, даже у себя на родине в Польше Лем не был настолько популярен, а в СССР стал по-настоящему культовой фигурой. Приезжал трижды в 1962, 65 и 69 годах. Был знаком и дружен с Петром Капицей, Сергеем Королевым, космонавтами Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым. Восхищался творчеством братьев Стругацких. В библиографии Станислава Лема 40 романов, полторы сотни рассказов, более тысячи статей и эссе. Он умер в 2006, а на его надгробии высечена надпись на латыни «Я сделал все, что мог. Кто сумеет, пусть сделает лучше». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова